Закон Республики Узбекистан Закон Республики Узбекистан Закон Республики Узбекистан Закон Республики Узбекистан По кадастро Организация деятельности территориальных структур агентства по кадастру Осуществляется агентством по кадастру Финансирование деятельности территориальных управлений и отделов осуществляется из республиканского бюджета. Категорически запрещается вмешательство или влияние со стороны хакимов в деятельность территориальных отделов, территориальных управлений и районных городских филиалов, палаты государственных кадастров. Отныне новые освоенные земли сельскохозяйственного назначения относятся к категории «Земель сельскохозяйственного назначения» на основании решений хакимов областей, принимаемых в соответствии с заключением Министерства сельского хозяйства. Постановление президента Республики Узбекистан о дополнительных мерах по развитию узбекского языка жестов и азбуки Брайля В соответствии с постановлением президента о дополнительных мерах по развитию узбекского языка жестов и азбуки Брайля отныне в общеобразовательных учреждениях будут изучать узбекский язык жестов и азбуку Брайля. Согласно постановлению с 1 января 2023 года в общеобразовательных учреждениях, моноцентрах Ишкемархамат будут организованы специальные учебные курсы по обучению узбекскому языку жестов и азбуке Брайля. Обучение на специальных учебных курсах лиц с нарушениями зрения, слуха и речи, а также родителей или лиц, их заменяющих, несовершеннолетних детей данной категории осуществляется на бесплатной основе, остальных лиц – на платной основе. С 1 января 2023 года передачи в объеме не менее 5% недельного эфирного времени государственных телеканалов будут транслироваться сурдопереводом, скрытыми субтитрами, либо с бегущей строкой. Постановление президента Республики Узбекистан о мерах по расширению масштаба финансирования проектов, формируемых на основе общественного мнения. Согласно постановлению президента о мерах по расширению масштаба финансирования проектов, формируемых на основе общественного мнения, дополнительные 335 миллиардов суммах будут выделены на реализацию 364 проектов, каждый из которых получил более 2000 голосов, но не был признан победителем в процессах инициативного бюджетирования, состоявшихся в июле-сентябре 2022 года. С 2023 финансового года мероприятия, подлежащие финансированию в рамках программ «Обот Кшлах» и «Обот Махалла» будут определяться путем голосования через информационный портал «Открытый бюджет» на основе общественного мнения. Также 30% дополнительных средств, сформированных в бюджете хакимов, будут направлены на финансирование мероприятий, сформированных на основе общественного мнения в районах-городах. Постановление Кабинета министров Республики Узбекистан Об утверждении правил организации работы с работниками на объектах электроэнергетики Постановлением правительства об утверждении правил организации работы с работниками на объектах электроэнергетики утверждены правила организации работы с работниками на объектах электроэнергетики. Настоящими правилами будет проведена проверка знаний работников, в том числе руководителей, о действующих правилах, нормах и инструкциях по охране труда и пожарной безопасности своей профессии и вида деятельности. Сотрудники, работающие на тяжелых работах, связанные с вредными или опасными условиями труда, подлежат первичному и периодическому медицинскому осмотру. Постановление Кабинета министров Республики Узбекистан. Об учреждении нагрудных знаков, отличник высшего образования и отличник среднего специального и профессионального образования. Постановлением правительства об учреждении нагрудных знаков, отличник высшего образования и отличник среднего специального и профессионального образования учреждены нагрудные знаки. отличник высшего образования и отличник среднего специального и профессионального образования. Нагрудными знаками награждаются граждане, самоотверженно работающие в сфере высшего, среднего специального и профессионального образования, подающие особый пример воспитания здорового и гармоничного поколения, воспитания подрастающего поколения в духе любви и преданности Родине, носящей достойный вклад в развитие сферы. Награждение нагрудными знаками будет осуществляться на основании приказа министра высшего и среднего специального образования. Награды будут вручаться в канун 1 октября Дня учителей и наставников. С важными новостями законодательства вы можете ознакомиться через телеграм-канал Министерства юстиции «Правовая информация».